МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир продолжает информационная программа новостей дня. В студии Наталья Мороз. Здравствуйте. И сейчас коротко главная тема этого выпуска. Частичная мобилизация в России. Вадимир Путин выступил с обращением к россиянам. К строительству цеха механического обезвоживания осадка уже приступили. Губернатор Денис Паслер встретился с генеральным директором Росводоканала. В Оренбурге состоялся крестный ход с табынской иконой Божьей Матери. Православные прошли от Никольского кафедрального собора до Поклонного креста и обратно. Более 3,5 миллионов тонн зерна намолотили в Оренбурге. В некоторых районах области план выполнен практически на 100%. Завершился предварительный этап Кубка России по волейболу. Оренбургский нефтяник не смог пробиться в следующий раунд розыгрыша. Частичная мобилизация в России и обеспечить безопасные условия для референдумов на освобожденных территориях. Об этом президент Владимир Путин заявил сегодня в ходе своего обращения к жителям страны. Также глава государства рассказал о мерах по защите суверенитета и целостности России. Напомнил, главной целью специальной военной операции по-прежнему остается полное освобождение Донбасса. Владимир Путин поддержал предложение Министерства обороны России о частичной мобилизации. Указ уже подписан. Мероприятия по его реализации начнутся с 21 сентября. Призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе. И прежде всего те, кто проходил службу в рядах вооруженных сил, имеют определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Призванные на военную службу перед отправкой в части в обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку с учетом опыта специальной военной операции. Президент заверил, что все россияне, которых мобилизуют, получат статус, выплаты и все социальные гарантии тех, кто служит по контракту. Губернаторам регионов поручено обеспечить призыв по мобилизации в количестве и сроке, которые определяются Министерством обороны для каждого региона. Работникам оборонно-промышленного комплекса указ дают право на отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации на период, пока не работают на данном предприятии. Правовой статус добровольцев и ополченцев Донбасса должен быть таким же, как у кадровых российских военнослужащих. Определить его в кратчайшие сроки поручил президент страны. Кроме этого, Владимир Путин поручил обеспечить безопасные условия для проведения референдумов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Жители этих территорий с 23 по 27 сентября будут голосовать за вхождение в состав России на правах субъектов нашей страны. Указ президента России Владимира Путина о мобилизации уже исполняет губернатор Оренбургской области Денис Паслер. С коллегами и военными специалистами он обсуждает технические вопросы набора и отправки военнослужащих к местам боевой подготовки. Министр обороны России Сергей Шойгу отметил, в регионах необходимо своевременно и качественно организовать оповещения, усилить охрану данных участков и пунктов приема и сбора населения, а также усилить меры противодействия провокации. Ну а мы переходим к другим темам. Губернатор Денис Паслер встретился с генеральным директором Росводоканала Антоном Михальковым. На совещании обсудили реализацию проекта по строительству цеха механического обезвоживания «Осадка» и перспективы развития предприятия на ближайший период. Отметим, что решение о строительстве цеха механического обезвоживания «Осадка» было принято, чтобы улучшить экологическую обстановку в жилых районах вблизи Иловых полей. Губернатор Денис Паслер отметил, что вопрос возведения цеха является первоочередным и находится на особом контроле. Просто актуальное остается, периодически запахи есть, в силу погодных условий в этом году ситуация лучше, плюс вы технологическую часть наверняка поменяли. Но актуальность этого вопроса, я имею в виду строительство цеха, высокая, люди ждут. Уже завершены работы по демонтажу зданий и сооружений на площадке строительства цеха. Подрядчик определен. Предстоит построить здания механического обезвоживания «Осадка», резервуаров, блочной установки газочистки, а также инженерных коммуникаций внутри и вне площадки. В августе к работам уже приступили. Установлено ограждение, выполняется вертикальная планировка, на строительную площадку завозится песчано-гравийная смесь. Кроме того, мы размещаем на площадке процедуру выбора технологического подрядчика, который будет ответственен за закупку, поставку и наладку технологического оборудования. И, в принципе, рассчитываем в оговоренные сроки в декабре следующего года эту работу завершить и цех механического обезвоживания ввести в эксплуатацию. Генеральный директор «Росводоканала» Антон Михальков отметил, что помимо строительства цеха, компания продолжает делать все возможное для предотвращения неприятных запахов сыловых полей. Площадки непрерывно модернизируются. С целью контроля качества атмосферного воздуха круглосуточно работает мобильная лаборатория. Для ускорения процесса обезвоживания используют специальные вещества – флакулянты. Непрерывно работает система туманообразования, ведется обработка иловых полей реагентами. Екатерина Якобсен, Анатолий Филатов, Новости дня. И продолжение тем общественного транспорта. Остановка есть, а вот маршрута нет. Жители Солюлецка жалуются на отсутствие автобусов. Их проблемы не решаются уже несколько месяцев. Нет газели. Постоянно то 12-е ходили, ну ладно, выбили. Потом опять не было. Потом, ну ладно, шестерку выбили. Остановки поставили, все равно нет. И мы здесь не одни такие. Вот соседка моя работает в больнице, внучка моя работает в ванке. Им постоянно приходится так ходить туда. По словам жителей, маршрут под номером 6 по улицам Солюлецка не ходит с весны. Чтобы добраться до школы, больницы или ближайшего магазина, приходится идти пешком не меньше двух километров. Больше всего переживают за школьников. Сейчас вот опять школа началась, ну накладно на такси ездить. И это разные школы, чем более. У меня пятеро детей, вот двое в четвертой школе и первый класс вот в лице и пошла. И в садику у меня, вот считай, на работу. Пошли в администрацию, хотели, ну, чтобы газельку пустили. То у них финансирования нет, то перевозчика они не могут найти. Жители говорят, такая проблема с маршрутом в этой части города уже возникала. Тогда автобусы исчезли с улиц из-за окончания срока действия муниципального контракта с перевозчиком. Корреспонденты ОРТ попытались узнать, с чем связано отсутствие автобуса в этот раз и когда планируется запустить маршрут. Однако от комментариев специалисты администрации отказались. Мы направили запрос к главе Солюлецкого городского округа. Ждем ответ и продолжаем следить за ситуацией. В Оренбурге состоялся крестный ход с табынской иконой Божьей Матери. Православные прошли от Никольского кафедрального собора до поклонного креста и обратно. Как в Оренбурге встретили Рождество Пресвятой Богородицы? Смотрите далее. Божественная литургия в Никольском кафедральном соборе перед крестным ходом. Оренбуржцы собрались в день Рождества Пресвятой Богородицы. Татьяна Гончарова, как и другие, сегодня пойдет за табынской иконой Божьей Матери. Женщины делятся эмоции, переполняют. С благодарностью ко всем собравшимся, к нашему духовенству. Я считаю, что это мой христианский долг, и в том числе и патриотический. Крестный ход происходит с иконой табынской Божьей Матери, которая является покровительницей нашего Оренбургского края. Целые семьи и взрослые дети сегодня участвуют в крестном ходе с иконой табынской Божьей Матери. Оренбуржцы молятся о гармонии и мире в семье, отчизне, а также просят заступницу о помощи в трудные минуты жизни. От Никольского кафедрального собора табынскую икону Божьей Матери несут по областному центру. Шествие объединило тысячи оренбуржцев. Известно, что оригинальный образ иконы утерян после революции, но сегодня есть его копии. И возможность увидеть их объединяет оренбуржцев. Так, с верой и надеждой священнослужителей верующие дошли до поклонного креста в сквере напротив Дома Советов. Оренбуржцы делятся. Быть здесь сегодня значит получить возможность обогатиться духовно и почувствовать гармонию. Хорошо с благодатью шли, с молитвой или Богородичные правила. Конечно, за детей, за свою семью. Всех личные какие-то просьбы. Какая-то радость внутренняя, такая же теплота, как сегодня в храме говорили, это начало всех праздников. Потому что сказали, без корня не будет выращено дерево, а Божья Матерь нам дала Иисуса Христа. Крестный ход продолжился по улице Челюскинцев до Никольского собора. Такое событие – своеобразное обращение к прошлому. Это напоминание о дореволюционном крестном ходе, когда в день Табырской иконы Божьей Матери этот образ был переносим из Башкирии по разным городам и весям нашей большой в то время Оренбургско-Башкирской епархии. И как раз-таки в день Рождества Божьей Матери этот образ прибывал сюда, в Оренбург. Крестный ход уже стал настоящей традицией. В области ее возродили в начале 2000-х годов. И каждый раз оренбуржцы убеждаются, что такое событие им необходимо. Елена Еремна, Георгий Бурлузский, Алексей Назин. Новости дня. Сейчас ненадолго прервемся. И вот о чем расскажем далее в программе. Оставайтесь с нами. Более 3,5 миллионов тонн зерна намолотили в Оренбуржье. В некоторых районах области план выполнен практически на 100%. Завершился предварительный этап Кубка России по волейболу. Оренбургский нефтяник не смог пробиться в следующий раунд розыгрыша. Это новости дня. Мы продолжаем. В хозяйствах Оренбургской области идет уборка урожая. Аграриями региона уже намолочено более 3,5 миллионов тонн зерна. Зерновые скушены с площади более 2 миллионов гектаров. План выполнен на 90%. Осталось собрать урожай с полей площадью чуть больше 200 тысяч гектаров. Практически все собранное зерно обмолочено. Намолочено более 3,5 миллионов тонн зерна при средней урожайности почти 18 центнеров с гектара. Лидерами по объему обмолоченных площадей стали Матвеевский район и Оренбург. Там план выполнен на 99%. Чуть ниже показатели в Солилесском городском округе, Медногорске и Новосергиевском районе. В этих территориях обмолотили от 97 до 98% площадей. Что касается объемов намолоченного зерна, то самые высокие показатели в Круманаевском районе – более 211 тысяч тонн. На втором месте – Адамовский район – 203 тысячи тонн. На третьем – Осикеевский. Там намолотили 201 тысячу тонн. Самая высокая урожайность среди районов Оренбуржья – в Бузулукском районе. Показатели превысили средние более чем в полтора раза – 31 центнер с гектара. И продолжение продовольственной темы. Оренбург готовится к выставке-ярмарке «Миновой двор». Свою продукцию представят порядка 40 оренбургских предприятий, перерабатывающих промышленности, индивидуальных предпринимателей и фермеров. Овощи, фрукты, колбасы, молочка, текстиль. На выставке-ярмарке «Миновой двор» в этом году будет представлена самая разнообразная продукция. Например, оренбуржцы и гости региона смогут приобрести все необходимое для борщевого набора по самым низким ценам, уверяют организаторы. На прилавках они увидят в том числе и консервацию, порадуют покупателей также косметикой и украшений. В этом году выставка-ярмарка станет уже 35-й по счету. Но по-прежнему она призвана помочь оренбуржцам решить сразу несколько задач. Обеспечить население овощной и сезонной продукции для закладки на зимний период – это первое. Второе, конечно, это позиционирование наших производителей, потому что зачастую маленькие производители, которые у нас тоже будут, не могут себя широко представить уже в традиционной торговле, поэтому они приезжают на ярмарку. Вторая задача – возможность обсудить предпочтения покупателей. На выставке-ярмарке оренбуржцы могут сказать производителю, что именно их интересует. Это, по словам специалистов, дает дополнительный импульс для производства товаров. Будет представлен в том числе и непродовольственный ассортимент. Можно будет купить текстиль, спецодежду, украшения, галантерею, изделия ручной работы. Но для садоводов будет представлен широкий ассортимент саженцев. Реализоваться в жизни – значит создать семью и заниматься любимым делом. Практически из двух тысяч респондентов такого мнения придерживаются 39% мужчин и 41% женщин. Данные приводят аналитики одного из федеральных IT-сервисов. Исследования среди россиян о самореализации жизни четко показывают, насколько мужчины и женщины разные. Для сильного пола важна независимость, а вот прекрасно половина человечества голосует за любовь. Например, о необходимости достигать в жизни поставленных целей говорят 26% мужчин. Женщин со схожим мнением чуть меньше – 21%. Высокий заработок, слабый пол тоже волнует меньше всего. Лишь для 13% из них – это показатель самореализации, а вот среди мужчин – 20%. Но в то же время женщины гораздо чаще, чем мужчины, считают, что в жизни нельзя останавливаться в развитии. Однако в одном мнения обеих сторон совпали. И мужчины, и женщины считают, что для самореализации важно крепкое здоровье. Аналитики отмечают, что чем старше респонденты, тем чаще в отношении обоих полов уверены, что самореализация – это создание семьи, любовь и забота о здоровье. Россияне до 34 лет чаще считают, что состоялись как личности те мужчины и женщины, которые построили карьеру, достигли своих целей в жизни и высокого уровня дохода. В опросе приняли участие 1600 респондентов практически из 400 населенных пунктов страны. А что важно для самореализации оренбургцев? Что более значимое – семья, карьера или, может быть, есть другие варианты? Мы решили выйти на улицы города и узнать мнение горожан. Хотелось бы все и желательно без ограничений – и карьеру, и семью, и друзей, и хобби, и спорт, и путешествия, и отдохнуть. У меня и семья, и карьера на первом месте. Все эти ценности нравственные, они никуда не уходят. Семья, дети и так далее. Поэтому, конечно, в первую очередь, наверное, этот вектор. Я самореализовалась как женщина, как мама, как жена. Найти интересную работу, жить в хорошей семье, чтобы было возвращаться приятно домой с работы. Добиться каких-нибудь высот на рабочем месте, на своем. Добиться семейного благополучия, завести большую семью, чтобы она была всем обеспечена. Оренбургцы все-таки не готовы выбирать что-то одно. 76% опрошенных считают, чтобы реализоваться в жизни, нужна как семья, так и карьера. 13% добавляет в этот перечень друзей и хобби. И лишь 11% респондентов готовы полностью посвятить жизнь семье. Ведь для них это и есть самореализация. О спорте. Завершился предварительный этап Кубка России по волейболу. Оренбургский нефтяник не смог пробиться в следующий раунд розыгрыша. В этой фазе 16 команд Суперлиги были разбиты на 4 группы. Оренбургцы играли в третьей, в Казани, вместе с Белогорьем, Сургутской, Газпром-Югрой и местным Зенитом. Начали турнир с сухого поражения от хозяев. Несмотря на то, что казанцы выступали дублерами и игроками своей академии, их победа была уверенной. Задача у нас сыграться. Думаю, первый цикл сейчас будем пробовать составы, второй цикл внутри игры. Там уже будут какие-то задачи посерьезнее, где-то на победу играть еще что-то. Сейчас пока будет давать практику игрокам, потому что большой перерыв, 4 месяца отпуска, сборы. Плюс не было игры на товарищеские. Во втором, тяжелом пятисетного матче, наши вырвали победу у сургутян. А следом по всем статьям уступили белгородцам, которые большей частью сохранили прошлогодний состав и отлично подготовились к сезону. Оренбургская команда напротив кардинально обновлена и сыгрывалась буквально по ходу турнира. В повторном блоке наши взяли реванш у Казани 3-0, но не смогли повторить успех с сургутом, проиграв 1-3. И в завершение выдали упорнейшую встречу с Белогорьем. Дважды догоняли в счете и уступили на тайбрейке 2-3. Пока ищем взаимодействия, ищем какие-то более удачные составы. Я очень рад, что вернулся в российский чемпионат, очень рад, что вернулся домой, в свою команду. И сейчас этот сезон важный, важно показать себя, показать командную игру и дать тот результат, который от нас ждут. Как обычно, кубок преподнес ряд неожиданных результатов. Нижегородский АСК сумел обыграть чемпиона столичная «Динамо». Проигрывали «Зениты» – «Питерский» – «Уралу Енисею», «Казанский» – «Намо Белогорью». Крайне слабо выступил вице-чемпион страны «Новосибирский локомотив». Оренбуржцы в группе набрали 6 очков, заняли 4-е место и завершили кубковую кампанию. Старт в чемпионате наши примут в следующие выходные, опять же в Казани. Анатолий Юденич, Антон Полянский. Новости дня. На этом все. Напоминаю, еще больше новостей на нашем сайте. Присоединяйтесь к группам телеканалов в социальных сетях. Теперь и вы, соавторы наших новостей, если стали очевидцем какого-то события или столкнулись с проблемой, которую не можете решить самостоятельно, присылайте видео, фото и сообщения в мессенджеры ОРТ. Прямо сейчас номер на вашем экране. 8-987-852-6011. На этом я с вами прощаюсь. Всего доброго. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова